Уважаемые друзья, мы продолжаем работать над псалмами, заканчиваем 45-й сейчас, идем в 46-й, где будет пару просто суперважных, так сказать, даже для нас, простых пользователей, цитат, я имею в виду и талмудических, и каббалистических, и далее, просто живописую перспективу, которая перед нами раскрывается, это будет у нас с вами 47-й псалом, на котором нам надо будет всерьез остановиться, ибо это у нас с вами центральный момент службы Нового года. Броша Шанам перед чтением, перед отрублением Шапар, перед главной заповедью Нового года, считается именно этот 47-й псалом, конечно, в нем много протрубления, но не только про воцарение Творца над миром, в общем, нам нужно будет на 47-м псалме прям очень серьезно сконцентрироваться, потому что, видите, день суда над всем миром, как раз в этом самом псалме, так или иначе, в разных моментах этого псалма отражается, поэтому давайте-ка мы будем двигаться вперед поживее и поактивнее. Очень большая просьба нажать на микрофоны всех, потому что у меня сразу начинается штум, когда... О, спасибо большое, на микрофоны не нажато. Значит, я показываю вам тот пособ, на котором мы остановились. В конце 45-го псалма говорили мы с вами, что в двух уровне вам комментарии Мабима излагаются две параллельных идеи. В простом смысле восхваление царя Шломо, который женится на финикийской принцессе, и поэтому сначала идет восхваление жениха, потом обращение к невесте, который предстоит отставить, можно сказать, просто выбросить из головы свой Южный Ливан, откуда сейчас ведется обстрел территории Святой Земли. Это я, так сказать, для будущих поколений, как часто у меня бывает, рассказываю. Люди, которые нас слушают не сейчас, а через какое-то время, через годы. Просто чтобы знали, какая у нас здесь периодика сейчас, что происходит. Идет война в Газе и периодически постреливают с территории, с которой царь Шломо взял себе эту финикийскую принцессу шорскую из Ливана. И потом, после того, как принцессе обещают, что она интегрируется в еврейскую жизнь, сказал составитель Псалма, что она получит обратно все свои связи с Финикией, снова придут люди из Финикии, снова привезут ей кучу всяких подарков. Но на самом деле эти дары, они, как мы в прошлый раз выяснили, они туваль ламелых будут привезены царю. Потому что все, что в качестве восславления, в качестве особого желания отметить красоту жены, ее способности, дарится жене, все это, в конечном счете, разумеется, является почетом для мужа. В старые добрые времена, вы знаете, муж был главой семьи. И это было очень давно. Но нельзя, к счастью нас, мужчин, хотя какая разница, собственно, сейчас-то какая разница, нельзя, к счастью нас, мужчин, сказать, что это было давно и неправда. Это было давно и правда. Но, увы, это история, которая уже совершенно неактуальна. Так вот, мы говорим о том, что вот эти вот все дары, и эти все реоте, подружки, муваотлах, которые к тебе приводятся, они приводятся. В итоге, после того, как финикийская принцесса обживется в царском дворце Верушалайме, восприняем все еврейские обычаи, они привозятся и ей, и, конечно, через нее, ее мужу царю Шломо. И это первый уровень объяснения Мальбима. Второй уровень объяснения, как мы с вами помним, это брак. Неравный, равный, сложно сказать. Ну, наверное, он очень гармоничный, равный или неравный, он в любом случае гармоничный. Разума и чувства. Разум как царь и чувство, сфера эмоций как невеста, которая должна оставить свою порывистость, свою истеричность. Давайте называть вещи их именами. И начать вести себя в соответствии с обычаями мужа. То есть эмоциональная сфера переходит под контроль разума. Это не означает, что личность, внутри которой состоялся этот замечательный гармоничный союз разума и чувств, превращается в сухаря совершенно неинтересного человека, который только вот умом живет и никогда не подключает эмоциональную сферу. Наоборот, когда принцесса пообыкнется в дворце, то есть когда эмоциональная сфера привыкнет жить в согласии с разумом, тогда ее снова отпустят на свободу, уже просто в новом качестве. Не в качестве девчонки, хулиганки, и даже не в качестве невесты, а в качестве уже настоящей жены, которая всегда держит у себя в голове образ мужа. Скажу вам, что это тоже, может быть, и анахронизм, но считалось в старые добрые времена, в некоторых отсталых еврейских общинах считается до сих пор, что супруга, она настолько связана со своим супругом, что что бы она ни делала, где бы она ни была, в мыслях у нее постоянно находится вот этот образ, дорогой, любимый образ мужа. И, нося с собой этот образ, эмоциональная сфера, то есть нося в себе образ разума, она может как угодно свободно и открыто выражаться, может она, эмоциональная сфера, самовыражаться, тогда, когда она уже настоящая, любящая жена разума. То есть просто где-то все время на заднем плане будет этот легкий контроль, это даже не контроль мужа, разум уже не обязан постоянно бегать за эмоциями и постоянно соразмерять, а вот так можно отреагировать, а вот так нельзя отреагировать. Просто уже сами эмоции, так вот эластично приспособившись к этой новой жизни в царском дворце интеллекта будут естественно, но прилично себя вести. То есть такое тоже возможно свободная эмоциональность, которая при этом находится в рамках приличий и в рамках, например, вот еврейского закона, раз уж мы о нем все время говорим и периодически вспоминаем о соответствии человеческого поведения еврейским законам. И это, значит, вот второй уровень комментариев в альбе, мы заканчиваем это все вот на этих двух уровнях тем, что «ту вальна без смоход вагиль», то есть будет это все привезено тебе в радостях и веселье, напоминаю вам, что «смоход», слово «семха», это глубокая духовная радость, это состояние радости. Даже совершенно не обязательно, чтобы оно выражалось открыто, да. А вот «гиль» – это радость от открытия. Это что-то совершенно новое. Ну, от слова «гила», да, «открыл». «Гиль» – это радость как откровение. Ну и, соответственно, это то, что, наверное, должно быть плодом прекрасного союза царя Соломона с финикийской принцессой, с одной стороны, и разума и эмоциональной сферы, с другой стороны. То есть должна быть «семха», то есть глубокое ощущение, внутреннее ощущение радости. Внутренняя гармония должна воцариться внутри человека благодаря соединению царя Соломона с этой финикийской принцессой. У них должна быть очень гармоничная и прекрасная жизнь. Вы меня спрашиваете, а как еще будут при этом себя чувствовать и как будут влиять на эту прекрасную гармоничную жизнь? Еще 999 женщин царя Соломона – это вопрос, который мы сейчас не рассматриваем. Мы сейчас об этом вообще просто не говорим. Мы сейчас говорим о вот этом конкретном, отдельно взятом браке, о восхвалении жениха с невестой. У разума с эмоциями гораздо все проще. Там нет еще 999 эмоциональных сфер других. Есть вот это, с которыми он соединился, и вот у них наступает гармония. И, во-первых, это должно быть выражено в этом самом состоянии «семха», то есть глубоком внутреннем ощущении уравновешенности, радости, духовном ощущении радости. И, с другой стороны, должен быть вот этот гиль, то есть должна быть радость от откровений. И это, на самом деле, наверное, то искомое состояние гармонии разума и чувств, к которому мы все должны в итоге так или иначе прийти, ну, или стараться прийти. Что я имею в виду? Люди радуются от разного, конечно, очень. И мы прекрасно знаем, что в мире существуют люди, которые просто не могут радоваться, не могут подключить на полную мощность в свою эмоциональную сферу, пока они не придут куда-нибудь, где звучит оглушительная музыка. Это не музыка, да, согласен. Но в их понимании только это и есть музыка. Потому что другой музыки они не понимают, другая музыка для них – это свист и скрежет. А вот это то, что нам. И вот они заходят в это место, где звучит такое. Они обязательно выпивают 3-4 коктейля и потом начинают прыгать на танцполь. И вот тогда, будучи оглушенными и пьяными, они могут подключить на полную мощность, так как подключены колонки и динамики, значит, вот в этом месте, куда они пришли, свою эмоциональную сферу. Здесь речь идет о том, что эмоциональная сфера полностью подключается из-за чего? Из-за откровения разума. Может ли быть такое еще как? Когда человек умудрился соединить разум и чувство, тогда, когда разум и чувство живут в гармонии, тогда некое откровение, которое человек находит на уровне интеллекта, то есть он изучает какой-нибудь текст и находит там какую-то потрясающую идею. Эта потрясающая идея раскрывает в нем весь эмоциональный потенциал. То есть вот от этого, от откровения разума, то есть от посыла, который исходит от интеллекта, сфера эмоций, как жена этого интеллекта, получив это, так сказать, семя, это как сексуальное отношение, получив это семя идей, семя интеллекта, семя какого-то откровения, найденного в мире, в тексте, в мыслях другого человека, тогда эмоциональная сфера, если это такая прям сильная идея, яркая, глубокая идея интеллектуальная, эта эмоциональная сфера может подключиться на полную мощность, и человек может испытать огромный прилив эмоций, взрыв просто ощущений. Это то, к чему на самом деле надо прийти, да? К тому, чтобы эмоциональная сфера реагировала на откровение, на открытие разума. Не на ду-ду-ду-ду-ду-ду, а на открытие интеллектуального порядка. И это тяжелый путь, долгий, который человек проходит в течение всей жизни, и надо иногда спрашивать себя, а чему я радуюсь? Что меня беседит? Какой-нибудь дурацкий пошлый анекдот, идиотская шутка какая-нибудь, или тогда, когда вдруг я обнаружил какую-то потрясающую мысль где-то в тексте или в беседе с человеком, и это прям переворачивает во мне все мои обычные эмоциональные характеристики. Вот о чем мы здесь говорим. Это называется словом гиль, да? Радость от открытия. Все это будет приведено, все эти девушки прекрасные, которые будут посланы из Финикии в качестве подружек, значит, служанок этой финикийской принцессы, все дары, все-все-все, что было перечислено выше, все это, естественно, придет в итоге бейхалямелах во дворец царя. В каком смысле? В том смысле, что даже вот эти вот проявления эмоций, разумеется, которые только что были упомянуты, проявления эмоций от интеллектуальных открытий, они в итоге все равно возвращаются в интеллектуальную сферу. В каком смысле? В смысле того, что они ее как раз и обогащают. Это, в общем, большая отдельная тема. Тема, касающаяся, например, искусствоведения. Это совершенно не то, чем мы с вами занимаемся на этих уроках по псалмам, но в общем это знаменитый вопрос, такой простой, но провокационный, который касается любой метафор. Например, давайте оставим в покое, так сказать, классическую литературу, агадических метафор. Зачем в Медраше постоянно Машалли Мелых, значит, это вот то, что там написано в каком-нибудь пасуке или какие-нибудь там взаимоотношения Бога с человеком. Это притча о царе, у которого был дворец, и вот он построил этот дворец, и как только он его закончил, он подошел к этому дворцу, обошел его со всех сторон и сказал, дворец, дворец, как ты меня радуешь в этот первый день, когда ты построен. Пусть будет так всегда, пусть ты будешь меня радовать и дать, так же, как в первый день. Но что это такое? Зачем это нужно? Оказывается, это ведь телеметафора про Бога, который создал мир и сказал миру. Мир, мир, говорит Медраше Раббат. Вот я тебя создал, и сейчас, в момент создания, как написано, Вене Том Мео, да, Всевышний сказал, хорошо весьма. Это прям замечательный мир, который только может порадовать, создать. Вот как бы было хорошо, говорит творец, если бы ты, запятая, мир, запятая, продолжал меня радовать таким же образом и дальше. Понятно, что это утопично, понятно, что сам творец прекрасно понимал изначально, что мир его, мягко говоря, будет не только радовать, но вот зачем-то понадобилась метафора с царем, который построил дворец. Зачем мне этот царь с дворцом? Ну, прекрасно, без царя с дворцом, казалось бы, я бы обошелся. Зачем нужны аллегории? Зачем нужны метафоры? Зачем нужна идея? Идея, которую вполне можно сформулировать. Просто и прямо. Сформулировать, как если А, то Б, если Б, то С, в стиле обычной человеческой логики. Сформулировать какую-то мысль. Зачем нужно облекать ее в какую-нибудь историю, в которой есть действующие лица, и у действующих лиц есть взаимоотношения. Зачем вообще нужна эта, я извиняюсь, литература, любая, святая, не святая, всякая. Зачем это нужно делать с помощью художественного образа? Вот эта вот необходимость пропускать простые или сложные мысли через художественные образы обязательно. Как это у нас в старые времена говорилось, слово в простоте не скажет. Ну, скажи просто, скажи просто, что ты хотел, какой смысл это все вот мысль свою донеси и все идею изложи. Нет. Это ведь или не книга по философии, это литература. И все эти мысли, все эти идеи, они обязательно должны через художественные образы проходить. Потому что художественный образ схватывает, художественный образ охватывает не только мужа, разум, но и жену, эмоциональную сферу. И эта эмоциональная сфера, тогда, когда она реагирует на, как выше было сказано, откровение интеллектуальное, она тогда подключается на полную мощь, когда это интеллектуальное откровение еще и пропущено через художественный образ. Потому что художественный образ, это же отношения, это эмоции, и даже небольшой художественный образ, даже простой, простое сравнение с царем, который ходит вокруг дворца и осматривает его как медраж раба, даже простой образ, он помогает эмоциям лучше раскрываться, потому что события привычные нам, события привычной нам реальности, привычной нам жизни, они трогают нас естественно больше, чем какие-то запредельные сферы и непонятные нам идеи, все через понятные для нас метафоры, аллегории, художественные образы, проведенные воздействуют на эмоциональную сферу. И в результате этого происходит вот этот потрясающий брак разума и чувств, когда ты и понимаешь, что хотели сказать в этом месте автор или всевышний не рядом будет помянут, разделить будничное от цветов, в любом случае, то есть ты понимаешь с одной стороны головой, с другой стороны ты еще и сопереживаешь, этому вот эти два момента вместе, они должны работать гармонически, как муж и жена, так сказать, соединившиеся в любви, и это все называется пребывающим во дворце царя. То есть все это в итоге оказывается пребывающим на уровне разума. То есть это не дворец цариц. Все-таки эмоциональная сфера она прилагается к интеллекту. Потому что как только будет наоборот, личность разрушается. Это отдельный разговор. Личность, в которой превалирует жена вот в данной ситуации, эмоциональная сфера превалирует над интеллектом, эта личность скорее всего будет постепенно разрушаться. Потому что мы знаем, что эмоциональная сфера порой абсолютно непредсказуема. Человек порой совершенно не в состоянии ее контролировать. И тогда, когда она главная, разум в любом случае будет ее обслуживать, будет ее оправдывать. Но в итоге очень часто бывает, что он просто бессилен. Разум оказывается бессильным оправдать какие-то безумства очередные. И происходит катастрофический, чудовищный личностный кризис. Когда человек с одной стороны вроде как осознает, что он делает ужас, что? А прекратить это ужас, что делать? Он не в состоянии, потому что эмоциональная сфера раздулась до размеров всей человеческой личности. Бедный интеллект размазан по стенке не в состоянии это все привести в какое-то удовольствие. состояние. То есть вот здесь мы говорим, что весь законченный продукт, то есть вся личность со всеми ее реакциями, со всем его восприятием этого человека, вся эта личность, она все-таки должна находиться в Дрихалем все-таки во дворце разума, во дворце царя, а не во дворце царицы. То есть в итоге над всем этот свод, высочайший, прекрасный свод интеллекта должен находиться. В конечном счете именно он определяет. Если нет, беда. Дальше фраза, из которой мне бы, честно говоря, хотелось вывести для вас очередную идею, очередной пример того, насколько еще непонятная, неизученная и парадоксальная эта книга. Не книга псалмов, не только книга псалмов, вообще книга под названием Танах. Ну вот это потрясающий парадокс. Значит, если следовать простой логике этого псалма, таха-тавотеха и юбанеха, значит, вместо твоих отцов будут твои сыновья. Вдруг. Ты поставишь их министрами на всей земле. В простом смысле, на первом уровне Мальбима, псалмопевец продолжает восхвалять только что появившуюся пару и говорит, что вот ваши отпрыски, они будут наследовать предыдущим поколениям. То есть, вместо твоих отцов, царь Шломон, вместо твоего отца Давида, вместо твоего дедушки Ешая, Боза и так далее до конца времена, до Иуды, до Якова, Исхака, Авраама, вот всех твоих отцов будут наследовать твои сыновья. То есть, те дети, которые родятся от этого прекрасного союза, значит, снова избранной, новопривезенной из Финикии принцессой, они будут наследовать твоих отцов, то есть, они будут продолжателем наших еврейских традиций. Замечательное пожелание. И ты их поставишь министрами, вельможами над всей землей. Ну, разумеется, они все царями быть не могут, тем более, что, как нам прошлое известно, следующим царем был не сын Финикийской принцессы, а сын Амманитянской принцессы, Анамы. Тоже она была, как вы прекрасно понимаете, не дочкой Сапожника Рабиновича, нет, нет, она была дочкой Амманитянского царя, Анамы, и ее сын Рахавам, он, собственно, воцарился после царя Шламу, и империю нашу, громко сказано, нашу страну еврейскую развалил на две части, как вы прекрасно помните. Но в любом случае, даже и вот от этой финикийской принцессы, родившиеся дети, тоже были очень важными людьми, ты их поставишь министрами над всей землей, говорит Псалмопед. И казалось бы, ничего такого особенного в этом нет, даже на втором уровне логики, то есть, когда мы говорим про разум и эмоциональную сферу, про разум и чувства, про их союз, тоже все нормально получается. Разумеется, мы говорим и о плодах, то есть, твои отцы о интеллект, о разум, то есть, источники твои, а именно, образование, культура, которые возвысили тебя, откуда у человека берется работающая башка, откуда берется вот это состояние, когда варит котелок, просто так, само собой, люди учатся, люди принимают традицию от родителей, люди, в конце концов, рождаются от нетупых людей, нетупых родителей, умных, рождаются, это тоже дает свои плоды, то есть, в итоге, вот эта вот традиция, которую ты разум получил от предыдущих поколений, книги, знания, мудрость, это все придет к твоим сыновьям, то есть, к плодам твоего союза с чувствами, ты вот сейчас соединился с чувствами, возникла гармоническая личность, и теперь плоды этой гармонической личности например, книги, ну если говорить про царя Шлуму, Широ Ширин, песнь-песнь, Мишлей, притчи царя Шлуму, Коэлет, дальше там у него еще было какое-то совершенно неизвестное количество Мишалима, огромнейшее количество всяких притч и идей и потрясающих выступлений, вы знаете, когда он выступал, написано в книге царей, прямым текстом, когда он выступал перед этими бесконечными заморскими гостями, за этими ломившимися от яств столами, где он всех собял, товарищ Шламу так выступал, что у людей просто в открытых ртах лежали куски еды, а они не закрывали, не открывали, люди застывали. Что он там говорил? Что-то не записано, это какие-то были потрясающие откровения, образы, идеи, которыми он там фонтанировал в присутствии заморской публики. Это вот все называется плодами брака разума и чувств, потому что он воздействовал, разумеется, и на интеллектуальную, и на эмоциональную сферу вот этих своих гостей выдавал вот эти вот идеальные продукты, где с одной стороны метафора, оболочка, художественный образ, который воздействует трогает чувства человеческие, с другой стороны интеллектуальное содержание, которое возбуждает интеллект, все вот то, о чем мы говорим, это называется плоды брака разума и чувств. Они будут великими, так сказать, вельможами на всей земле, то есть они будут вот эти плоды, они будут занимать огромнейшее, виднейшее место в жизни и в истории человечества. Ну, тут не поспоришь, плоды разума и чувств царя Шламо, во-первых, конечно, прежде всего, его три книги, которые известны абсолютно всему миру и которые переведены на все существующие языки миммера, потому что это часть Байбела, так сказать, часть библейской традиции, это, конечно, вельможи на всей земле, это такие плоды разума и чувств, которые занимают виднейшее место в человеческой истории, всю историю человечества занимает это виднейшее место. Но вот почему я говорю вам, что это место, из которого хочется вывести парадоксальность и неизученность Танава? Скажите мне, пожалуйста, вот эту вот фразу, из которой выводится в Талмуде, ну, вместо твоих отцов будут твои сыновья, из которой выводится в Талмуде куча всяких вещей касательно законов взаимоотношений поколений. Вот почему именно здесь. Давайте пока оставим Мальбима в покое. Мальбим был полтора века назад. До Мальбима что было? До Мальбима мы читали этот Псалом. И видели, что здесь написано вдруг посреди 45-го Псалома, который говорит про царя и про царицу и про какие-то восхваления и про какие-то подарки сведяки и вообще, ну, совершенно специфическая, отдельная какая-то вдруг посреди этого возникает идея, и она только здесь, что внуки являются прямыми наследниками своих дедов. Вот, скажите, где это должно было быть написано? Почему это не написать в Торе, где у нас все законы наследования, это важнейшая информация? Так, от Аватека и Юбанека. Вместо твоих отцов будут твои сыновья. Что это значит? Значит, что минуя тебя существует связь между твоими отцами и твоими сыновьями. Есть прямая связь между дедом и внуком. Например. Давайте мы откроем, посмотрим. Гемора Баубатри, она говорит на совершенно другие темы. И этот пасук, он в этом месте Талмуда, значит, в вопросах продаж, он совершенно такую вспомогательную здесь роль выбирает. Но это тоже очень интересно. Вот этот 45-й псалом, по которому мы сейчас рассуждаем, царь Соломон, пенихийская принцесса, разум, чувство, о чем только мы не говорим, вдруг оказывается. Есть маклонгит Хакамима рабяки. Есть спор мудрецов и рабяки. Знаменитый спор. Давайте мы посмотрим, секундочку, потому что это прям важная вещь. Оказывается, когда человек продает недвижимость. И договор так составлен, что не все детали учтены. И возникает проблема. А вот ту вещь, которую не упомянули в договоре, ее тоже продали или нет? Например, рядом с этим проданным участком у продавца есть еще один участок. И, например, внутри этого уже проданного места, там есть какой-то маленький кусочек внутри проданного участка, который тоже все еще принадлежит продавцу. Вот тропинка от одного имущества продавца до другого имущества продавца, которое проходит по проданной территории. Территория точно продана. Но там вот такая маленькая тропинка, которая соединяет две точки, которые продавец не продал, которыми он владел. Эту тропинку не оговорили, продана она или нет. Должен ли продавец лишний раз выкупать у покупателя эту тропинку, или когда продавец продавал, он имел в виду, что у него же есть кусочек внутри проданного имущества и вне проданного имущества. Нужно ему ходить туда, что он изначально не продавал эту тропинку и оставил ее себе. Значит, это такой простой случай, есть гораздо более сложный. Раби Акива считал, что когда человек продает, он обычно все-таки, ну, при прочих рамках, продает с хорошим глазом. Что это означает? Он продает щедро. и поэтому продал все к своему собственному неудовольствию. Но не оговорили они эту несчастную тропинку. Поэтому теперь, если покупатель не пойдет навстречу из-за упрямицы, продавцу придется лишний раз покупать эту тропинку. раббанам саври мухар беаин ра мухар 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 мудрецы остальные все считали, что продавец продает беаин ра с глазом плохим. То есть, если у него есть возможность что-то недопродать, даже если это в договоре не оговорено, он не продал, оставил для себя. Поэтому эту тропинку он покупать не нужен. И всякие такие вещи, еще другие здесь есть. Короче, откуда появляется здесь наш посуд? Потому что есть спор о Раве и Шмуле. Значит, когда Шмуле говорит, один из наших подающихся, вы знаете, законодателей первого поколения Мараим, говорит, аглок кирабекива. Галаха идет, как кирабекива. Шмуле говорит, что человек есть уже продает, продает широкодушие. Устанавливает, как кирабекива. Рав, вечный оппонент Шмуле, говорит, ему сказали, значит, что галаха как кирабекива, а он говорит, нет, ничего не говорил. Он так промолчал, когда Раву сказали, что галаха как кирабекива. Значит, и потом выясняется, что он промолчал просто потому, что ибкатанина, что ему, когда ему упомянули этот спор между кирабекивой и остальными мудрецами, перед рабом поменяли мнение. Мнение рабе Акива сказали, что так говорили мудрецы, а что говорили мудрецы, сказали, что говорит рабе Акива. То есть, ему перепутали мнение, и поэтому он промолчал, когда сказали, что галаха идет, как рабе Акива, что человек типа продает щедро. Потому, что ему что сказали, ему сказали, что рабе Акива на самом деле имел ввиду, что человек продает наоборот нещедро. Поменяли мнение. Короче говоря, по одному мнению, по Шмуэлю, человек продает широкодушно, не надо лишний раз выкупать никакие тропинки, и там разные другие случаи есть, такого рода, когда сомнительно продал человек какую-то часть или не продал, все продал. По рабу, второе мнение раба, ничего подобного, не продал. И таким же образом они спорят, рабы Шмуэль, по поводу Ахим Шехов. Братья, которые разделили свое имущество. То есть, они разделили там все места проживания бывшего отца и всякие значит там ручьи, леса, все, что у него есть, все разделили. Так, по первому мнению, что все продано, все отдано, все, что на территории одного брата принадлежит только ему, тот ему отдал все. И все, что на территории другого брата принадлежит только им. И поэтому, если там есть какие-то проблемы и одному брату нужно ходить через территорию другого брата, если у них нехорошее отношение, придется все это выкупать. То есть, еще раз покупать какую-нибудь тропинку и что-то такое. Потому что, когда люди отдают друг другу, как сказал Рабиакива, отдают все, если не Агабовин. По мнению Рава, ничего страшного. Если человек продал, значит, ну, отдал своему брату какую-то другую территорию, и у него, у этого брата, который отдавал территорию, все-таки на этой территории есть какие-то свои очевидные интересы, какая-нибудь такая тропиночка, то при делении имущества он имеет в виду, что если мне что-то надо, я это не отдаю. И то же самое про второго брата, для первого. То есть они не так уж широкодушно друг другу все отдают. Так зачем нужно говорить про оба случая, и про историю с покупателем и продавцом, и про историю про двух братьев? Что в обоих случаях есть одинаковый спор? Спрашивает Тома и говорит Гемора, что оба случая необходимы. Если бы я написал только один случай, например, про братьев, я бы никогда не сказал про второе. Почему? Потому что если бы мне сказали только про братьев, я бы сказал, что именно в этом случае Раф говорит, что братья не отдают с закрытыми глазами все, оставляет себе возможность перемещаться по территории, которую они отдали. Почему? Потому что таким образом по этой территории когда-то ходил их отец и его отец, когда это еще не было разделено. Там же они могли ходить везде. Потому что один брат говорит другому, я хочу жить на этой территории. и так, как жили мои отцы. Потому что знают, что написано, вместо отцов будут их сыновья. То есть есть дополнительный аргумент в случае дележа наследства, чтобы братья не отдавали друг другу всю территорию с закрытыми глазами. Щедро. Потому что раньше по всей этой территории мог спокойно ходить один и тот же человек, а до этого его отец. А поскольку вместо отцов приходят сыновья, как мы здесь видим, вместо дедов приходят внуки, мы тоже хотим иметь возможность перемещаться по этой территории. И поэтому если там есть какие-то стежки, дорожки, ходы какие-то, мы их с закрытыми глазами друг другу не отдаем. Мы оставляем себе возможность перемещаться по этим тропинам. То есть вот специально я вас сюда зову. Это сложное таламудическое место. Вопросы, касающиеся дележа собственности, наследства. Споры, касающиеся того, каким образом человек с психологической стороны подходит вообще к акту перехода собственности к продажам, обычная таламудическая, сложная таламудическая возня. И в этой возне вдруг возникает наш послуг, который подтверждает, что вот есть такой аргумент. Но есть же гораздо более серьезное место в том же самом трактате секундочку давайте назад Баоббатра, только оно гораздо позже. Где этот послуг используется совершенно неожиданно. Итман сказал, Бэн сын, видите, Махарбинэхсээвих, Бэхаэвих, который продал имущество отца при жизни отца. Ситуация весьма и весьма деликатная. Старый отец вполне возможно недееспособный и больной, но еще живой. А сыну срочно понадобились деньги. И этот сын, понимая, что отец не согласится продавать свое имущество по каким-то там причинам непонятно, старый человек привык к своему имуществу. Он продает имущество своего отца перед смертью отца в обход этого самого отца. Как он уж это делает, что он там подделывает, как он убеждает покупателей, что папа все равно скоро помрет, это все будет мое, это следующий вопрос. Все эти довольно некрасивые моменты остаются за кадром этой истории. Но он это делает, продает. Умед, после этого этот сын умирает. Не отец. отец еще жив. А вот сын, видимо, перенапрягся, когда продавал это имущество или сильно праздновал, очень сильно радовался, что ему удалось продать чужое. В общем, умирает сын. Что дальше? Дальше совершенно неожиданно оказывается, что внук, бно, сын этого сына, моциме я толку ход. Он вытаскивает этого покупателя. То есть, то приходит сын, внук. Приходит внук и говорит, вот вам мой папаша продал имущество моего деда. Не имел права. Это имущество принадлежало деду, и в момент продажи этого нельзя было делать, нельзя было продавать. И говорит Талмуд Безуише Кашабадин Имаману. Это Каши, это тяжелейший закон в законах имущества. Что люди купили. И сейчас приходит совершенно левый человек, которого не в первый раз в жизни видят, какой-то юноша. И говорит, вы купили неправильно. В момент продажи это все принадлежало другому человеку. Не моему отцу, а моему деду. И я вас это сейчас отниму. Как прямой наследник. Валим рулей, говорит Талмуда. Почему они ему не скажут? Авух мазвин, твой отец продает, а ты отбираешь? Папаша твой продал. Причем здесь ты? Майкуши, что за вопрос? Отвечает Талмуд, видите, здесь галахическая ссылка, это галаха. Он может сказать, наверное, мекох аву ады аба ка тина. Обратите внимание. Вот оно. Из силы мекох аву ады аба отца, отца, отца моего отца. То есть из силы моего дедушки ка тина я прихожу. То есть я не представляю здесь своего отца. Я напрямую представляю здесь своего деда в обход отца. Отец совершил противоправные действия. Я пришел это исправить. Потому что я представляю деда. А так можно? Ты, гадик, знаешь, что написано. Будьте любезны. вместо отцов будут сыновья. Понимаете, это супер вообще момент. Вдруг в Псалме в 45-м вообще непонятно с какой стати обнаруживается важнейшая галактическая информация касающаяся имущественных отношений. Что дед и внук имеют абсолютно прямую связь друг с другом без посредничества отца. Бны бони мари мки бони да, что сыновья сыновей как сами сыновей. И вот, пожалуйста, да, это, конечно, трудно переоценить, удивительный момент совершенно. И это парадоксальность Танаха, да. То есть, вот, кто может объяснить, почему именно здесь, вот каким образом, именно здесь, вот эта вся атомудическая проблематика с имущественными отношениями, с тем, что там сын решает вопросы своего деда во вход отца, вообще, что это можно, что это легитимно, она вот здесь. Есть удивительные, абсолютно загадочные, непонятные моменты. Где, что расположено вообще в святых книгах? И почему? Наверняка тут это, мягко говоря, находится не случайно, ничего случайного в Танахе нет. Пойди, пойми, почему это здесь стоит. Ну, хорошо. Давайте завершим псалом. Я буду упоминать твое имя во всех поколениях, говорит псалмопевец царю Соломону. Аль кен амим я духа леолам ваэт. Поэтому народы будут восхвалять тебя, благодарить тебя во веки веку. То есть, ты благодаря вот этому своему браку с финикийской принцессой, благодаря своему величию царственному, вот ты обрел славу во всех поколениях. На первом уровне, ну и на втором уровне твое имя, имя разума, имя интеллекта, я буду, говорит псалмопевец, вспоминать из поколения в поколение. То есть, тебя должен, именно разум, именно человеческий интеллект должен воспевать из поколения в поколение. Мы с вами знаем, что эмоциональная сфера имеется у животных. Они чувствуют, они страдают. Ну, в конце концов, есть царь Балихаби, есть запрет Торы. Торы, как говорит Алмуд трактать Баумицы, да, во второй главе известнейшее место. Запрет Торы мучает животных. Они страдают. Они очень чувствуют. вот, но интеллект это то, чем обладает человек. И поэтому он звучит гордым. И об этом никогда нельзя забыть, да, и Алькен, поэтому народы будут восхвалять тебя вовеки. То есть, разные народы, разные культуры, которые совершенно по-своему воспринимают мир. Они так или иначе каждый своей тропой, которую можно продать, нельзя продать, уже оставив это в покое, каждый по своему пути доходит до этого простого, но гениального откровения, что величайший элемент, главный элемент человеческой личности это именно разум. И именно ему надо восхвалить. Именно за него надо говорить спасибо Творцу. 46-й Псалом недлинный с парой потрясающих цитат, очень важных, в которых мы будем разбираться. Ла Мнацеах опять для дирижера Ливный Корах опять составленный сновьями Кораха. Аль Аламот Шир на Аламот песня. Раша нам напоминает, что слово Аламот это в данном случае не миры, хотя такое мистическое понимание тоже имеет место. Про миры и может быть мы к этому вернемся. Также есть слово, как вы понимаете, ЭЛМ сокрытие, то есть этот Псалом связан с некими скрытыми вещами в том числе. И к этому мы тоже с вами вернемся. Но в простом смысле Аламот это музыкальный инструмент допомянутый в Девера Ямиме, один из музыкальных инструментов использовавшихся в храме. В общем, сыновья Кораха создают этот Псалом, чтобы он исполнялся в сопровождении этого инструмента. Что за инструмент? К сожалению, нам точно неизвестно. Мальбим неожиданно, уже не буду открывать, быстро скажу, рассказывает, что этот Псалом весь посвящен наводнению. И тоже, понимаете, до Мальбима просто никто не знал. Как так получилось, что этот человек читал Танах? И где бы, и что бы он не читал. Он читал прям вот какие-то вещи, которые никто не видел, а на сегодняшний день уже полтора века. То, что он увидел, считается просто очевидной вещью. Как же это можно было не увидеть? Непонятно, как это так. До Мальбима, который был всего 150 лет назад, никто ничего не видел. Ну, не никто и ничего. Конечно, наши великие комментаторы мудрятся, не дай бог, про них плохое слово. Но некоторые вещи, их очень много, кстати, которые Мальбим обнаружил, они сегодня просто путеводные звезды для понимания всех книг Танах. В данном случае весь псалом про наводнение, которое произошло в Сирии. Разлились великие реки между речью. Представляете, что там происходит, когда это все разливается? И это наводнение так произошло при жизни вот этих вот сыновей Короха как раз. В те самые эпохи, в те самые времена. наводнение дошло до границ Святой Земли. И оно не только остановилось у границ Святой Земли и не причинило вреда, оно еще немножечко оросило, так сказать, поля, не испортило, а чуть-чуть залилось там водички на поля, что было крайне уместно в этот самый Мал. То есть не только не сломало ничего, не убило никого, еще помогло. Разумеется, на этом основании сыновья Короха составляют Псалом, который прославляет Творца Элогим Лану Махасе Ваос. Все вышли для нас покрытие и мощь. То есть с одной стороны он нас прикрывает от всяких неприятностей, он является нашей мощью, то есть мы на него постоянно уповаем, на его силу. Эзрабец арод немца миод. И помощь в бедствиях, которое немца не отдает. Находим, находится очень, очень находимая помощь. То есть от Творца она постоянно исходит, и мы в этих бедствиях, в особенности сейчас, после этого страшного наводнения, которое прямо буквально по мановению дирижерской палочки Творца остановилась у наших границ. Мы, конечно, за это его благодарим со страшной силой. И дальше поэтому мы не увидим, как изменилась земля. Не, не испугаемся. Мы не испугаемся, когда будет меняться земля. И когда поколеблятся горы в сердце морей. То есть тогда, когда будут всякие жуткие катаклизмы, будут какие-то землетрясения, ну, горы в сердце морей поколеблятся, вы понимаете, что это такое, когда происходит землетрясение на каком-то огромном участке дна морского. Чем это заканчивается? Ничем хорош происходит цунами. Так все вот это, мы этого не боимся, потому что у нас вот есть творец, который нас от всего покрывает. Это уже одна из тех двух цитат выдающихся толмудических, которые я обещал. Речь идет про то место в Талмуде Сангедрин, которое мы уже много-много раз видели. Быстро вам напоминаю его. Мы его из разных мест посещали, из разных кусочков Танаха, еще раз речь идет про Тхиат Аметим в этом месте, про оживление мертвых в Талмуде, Танда Ильягу, учили от имени самого пророка Ильягу, праведники, которых в будущем Всевышний оживит, они не вернутся в опрах. Как сказано, человек, который останется в Сионе и будет сохранен в Иерусалиме, он будет называться Кадош, всякие записанные для жизни в Иерусалиме, что такое святое, это вечно, Каям, существует всегда, они также будут вечно существовать, вот эти вот праведники, которые будут жить в последнем поколении, те годы, когда Всевышний будет обновлять мир, помните, знаменитая талмудическая концепция, тысяча лет, седьмое тысячелетие, в течение которого Творец будет переделывать мирознание, как сказано в 2-го главе пророка Ишия, мы там были, в этом месте, будет возвышен Бог один в день тот, день Бога, это тысяча лет известный, из Псалма Давида, цадикима, я носим, что эти праведники будут делать, тысячи лет, и это загадка великая, талмудическая, катошбаргосавен, кнафаем, кенешарим, Бог сделает им крылья, как у орлов, без шатим альпнеамайм, они будут летать по поверхности воды, шины, и мар, будьте львес, алькенну нерабиамирарас, поэтому мы не будем бояться, когда Бог будет менять землю, наш Псалом, 46-й, 3-й посуд, содрогаться горы в сердце морей. Ну, пречь идет о глобальной подготовке мира к оживлению мертвых, тысячи лет, вот это вот седьмое тысячелетие, как здесь мы неоднократно с вами учили, вот это вот как раз из нашего Псалма и выводится, то есть, что мы, говорят праведники, лонирабиамирас, мы будем, не будем испытывать никакого страха, когда он будет менять землю, то есть, тогда, когда материя будет подвергаться вот этим вот изменениям в течение тысячи лет. Зачем Всевышнему тысячу лет менять землю, что он может сделать вот так? Мы сейчас это место в Талмуде не учим. Это отдельная история, мы с вами учили его несколько раз, смотрите урок по второй главе пророка Ишаягу, например, там был разговор долгий на эту тему, в начале книги Ишаягу. Но, факт остается фактом, что тоже вот неожиданно, на втором месте, вроде как на Мальбе говорит речь идет про наводнение, и вот мы этого наводнения не боимся, что Всевышний там запрудил всю землю, ну, поменял землю в этом смысле, в простом, так сказать, устроил вот этот страшный, значит, выход этот страшный воды из берегов, вот этого мы не будем бояться. Как это здесь оказалось? Ну, это совершенно отдельный разговор, вот, ну и еще один посок, Ехаму Ехмару Нейма. Удивительно. Взревут и Ехмару воды его. Очень интересное слово Ехмару. Раш, например, переводит это слово Хомер. Материализация. Это очень неожиданно и очень точно. Смотрите, что происходит в момент, когда реки страшным образом так прям выходят из берегов и дожди, и все это прет, эта лавина воды прет и метает на своем пути все. Материализуется вода. То есть вода же, она наполняется всей этой грязью, она же по земле течет и захватывает собой и грязь, и землю, и какие-то куски, материи, строений, которые ломают все это, вот этот жуткий поток, этот оползень, да, течет. Это уже не вода на самом деле. Это уже такой страшный грязевой поток в итоге получается, да. И это очень неожиданно, очень точная метафора, да. Взревут и материализуются воды его. И рашу гори загрохочут горы де гавато в его величии. но гордости цела. Как формулируют сыновья Короха, как это все происходило, да. То есть, когда это началось, это наводнение происходило, горы грохотали, и вообще люди погибали в диких количествах, и это все, вот этот ведь кошмар, он несся, этот поток несся к границам Святой Земли. и как-то так постепенно-постепенно раз, граница все инорная. И евреев не тронули в данной ситуации. Как мы с вами хорошо помним, это было у нас далеко не всегда, чтобы евреев не тронули. Но в этом 46-м Псалме все закончилось очень хорошо, с Божьей помощью. В следующий раз это все продолжим. Всего самого наилучшего на постоянной духовной связи. Спасибо.